В Англии наступил счастливый понедельник. После двухмесячного карантина ее жителям можно заниматься спортом на свежем воздухе, встречаться на улице с друзьями и членами семьи. При этом рекомендация работы дистанционно не снята. Пользоваться общественным транспортом просят только по необходимости. По ту сторону Ла-Манша опасаются, что третья волна, очевидно захлестнувшая континентальную Европу, перекинется и сюда. Любители плавания под открытым небом не скрывают радости. «Вы занимаетесь спортом на свежем воздухе. Это именно то, что надо для физического и умственного здоровья. Мне ужасно не хватало бассейна. Я просто счастлива». Власти предпочитают давать осторожные прогнозы на ближайшее будущее. И это, несмотря на то, что первую дозу вакцины от коронавируса получили в Великобритании 30 миллионов человек, то есть 60% взрослого населения. «Это очень важное послание. Да, всё открывается, но мы должны продолжать сохранять дистанцию». Улицы Флоренции, одного из ведущих центров европейского туризма, пустынные. Тоскана, как Калабрия и Валли Даоста, изменили эпидемический статус, превратившись в зону повышенного риска. На пасхальные праздники почти половина населения будет сидеть под замком. Остальные провинции должны соблюдать частичный карантин. Во французских реанимационных отделениях в понедельник был побит октябрьский антирекорд. Президент Макрон продолжает сопротивляться введению общенационального карантина, отмечают обозреватели, несмотря на призывы врачей, учителей и власти соседних стран, которые закрывают границы. С этого понедельника в 19 департаментах Франции, где введён карантин, после первого подтверждённого случая заражения решено закрывать весь класс. За последние недели мы стали свидетелями взрывного роста числа заражений среди наших коллег в школе, а также среди учеников. Эти показатели не переставали расти, и в минувший вторник мы отказались выходить на работу, потому что работать в таких условиях невозможно. Венгрия продлила коронавирусные ограничения до 8 апреля. В стране по-прежнему действует комендантский час, закрыты рестораны, магазины, школы и культурные заведения. Более 21,5% населения получили первую дозу вакцины. В радиоинтервью Виктор Орбан заявил, что принял решение закупить «Спутник Ви» ещё в прошлом году по совету своего министра иностранных дел.